Вячеслав, будет ли Китай загибать талибы, чтобы не лезли в другие страны или наоборот? Мы поговорим об этом. Я думаю, что все это как раз замутка именно Китая. Китай будет использовать их как нож бульдозера. Зачем бы им оставили столько оружия? Представьте, оружие можно было разбомбить. Тем же американцам прилететь и разнести там все. Ну что, сложно что ли? Они не знают, где оружие они собственно заскладировали, знают. Не могли они вывезти. Почему не могли вывезти? Я не знаю. Что они не могут десантную операцию провести, высадиться на аэродром и все это унести. Что не унесли, то уничтожили. Да элементарно. Там нет людей практически вооруженных. Ходят какие-то в шапки, блядь, с берданками. Ну что ж, нельзя с воздуха организовать массированное прикрытие огневое. Конечно можно. Вообще как два пальца. Дай, делай ты там что хочешь. С американскими силами. Можно забрать это оружие. Может уничтожить. Но оружие оставили. И оставили явно для того, чтобы не в Афганистане там талибы правили. Вот представьте сейчас сколько людей вышло из тюрьмы Афганистана. Это более сотни тысяч человек. Это бывшие талибы. Но не бывшие теперь нынешние. И представители Аль-Каиды. С которой американцы так называемые боролись. Офигеть. Вот это они побороли Аль-Каиду. Просто слов нет. Китай заявил, что ожидает выполнения талибанам обязательств создать новое правительство. Китай просто ожидает выполнения обязательств, а не про правительство. Правительство Китая вообще не интересует. Китай интересует, чтобы талибан выполнил те обязательства, про которые они не говорят сейчас. Пишу всегда одну и ту фразу свою. Талибы и беженцы нож бульдозера под названием Китай. Это старая цитата уже моя. Но так оно и есть. И при помощи талибов, вы же понимаете, что Китай может захватить Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, Киргизию. Ему надо что сделать? Ему надо всего лишь освободить эти республики от талибов. Ну, от радикалов, от мусульманских. ИГИЛ там, как угодно. То есть, сейчас там начнется шухер, а Китай бросится освобождать. Там можно просто закричать, держи вора. То есть, Китай в состоянии все это сейчас организовать. И после освобождения, или для защиты от исламистов, все потом могут присоединиться к Китаю, войти в состав Китая. Если там Китай взять, согласиться. И любезно скажут, ладно, давайте. Или могут создать СССР-2. А почему нет? Говорят, давайте. Вот уж были союзными республиками. Как хорошо. Только тогда Китай не взяли. Давайте сейчас возьмем. И там столицу где-нибудь. В Астане какой-нибудь. Или в Москве вообще. Китай не обязательно, чтобы столица была в Пекине. Китай обязательно, чтобы всех вздрючить. Дело в том, что видите, сейчас ситуация какая. Сейчас все эти республики, которые вокруг Афганистана, они видят, что ни США, ни Евросоюз, никакой НАТО не защищают от радикального исламизма. А Китай защитит, а как же. Вот сейчас в соцсети начали рассказывать про летчика, который там сидел у талибов, помните. И потом он заявил, что талибы тогда ему говорили, что хотят захватить весь Ближний Восток. Ну тогда, что бы они ни говорили, говорить все что угодно. Тогда у талибов не было такого потенциала. А сейчас этот потенциал есть, потому что этот потенциал Китай называется. Понимаете, называется он Китай. И есть потенциал на захват всего. Ха-ха, Китаю зачем это ты че печеньки объелся? Это китайцы пишут мне что ли? Я же все-таки Мао Цзэдун очень внимательно читал. Это вот китайский тролль судя по всему пишет. Китаю зачем? Китаю только это и нужно. А что-то ему другое нужно. Если бы ему было что-то другое нужно, он действовал в другом направлении. Меня спрашивают, почему так получается? Я не знаю, может купил всех Китай. Может на всех собрал компроматы. Или каким-то другим образом подчинил. Обратите внимание, все действуют в интерес к Китаю. И Байден, и Европа, и Путин, и Лукашенко, и талибы. Талибы еще в своих интересах действуют. Они в этом отношении молодцы. То есть на халяву получили целую страну, оружие, колоссальные богатства. Китай перед Россией имеет очень большое преимущество. А знаете почему? Потому, что он сохранил свою идеологию. Это очень серьезное преимущество. В России нет никакой идеологии. Поэтому, если что, кто будет защищать? За что? За путинские или чубашеские богатства защищать Россию? Нет. А в Китае есть идеологии. Есть огромный аппарат, который заидеологизированно действует в интересах коммунистического Китая. Вот здесь они даже пишут. Здесь даже китайские тролли пишут. И не столько за деньги, сколько из чувств долга. Чтобы отработать долг перед своей Родиной. Понимаете? Китай просто работает. Вот и весь результат. Рая на юбов. Ну, судя по всему, это тоже китайский тролль. Да, Китай просто работает. Это мы видим. Но вы знаете, масса людей просто работает. И масса стран просто работает. И сосуд при этом. А Китай почему-то вдруг из самой бедной страны мира вылез в самую богатую страну при помощи Соединенных Штатов Америки. Не есть ли это результат предательства? Масса стран, которые работают. И производительность труда у этих стран гораздо выше, чем в Китае. И когда говорят, что китайцы очень трудолюбивые. Ну да, но когда мы говорим о трудолюбии, надо говорить о производительности труда. В Китае она не самая высокая. До сих пор не самая высокая. Поэтому не надо мне тут втирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok